В Мердинском региональном техническом колледже выбрали самую красивую девушку. Там прошел конкурс красоты «Леди колледж». На титул главной красавицы претендовали 13 студенток. Организаторы не стали придумывать нового и подготовили для них стандартные этапы для такого типа соревнований. С победительницей встретились наши коллеги. Подготовка к конкурсу «Леди колледж» от сбора анкет до финального этапа занимает несколько месяцев. Программа стандартная. Визитка, дефиле и творческие номера. Для самих участниц конкурс – возможность повысить самооценку, получить новые эмоции или познакомиться с интересными людьми. Насколько каждая из них достойна титула первой красавицы колледжа, решала мужская половина преподавательского состава МРТК. Все девушки очень красивые. Каждая из них достойна высшей оценки, высшего балла. И выбрать из 13 претенденток самую достойную, конечно, очень трудно. В итоге самой достойной жюри посчитала Владу Обласову. Победительницей изучает компьютерные системы, много занимается спортом и любит выступать на сцене. Хотя, как призналась сама, победы не ожидала. Я не ждала, я не рассчитывала, я не рвалась к победе. Я не шла за победой. Я шла просто поучаствовать, получить какие-то эмоции и выйти на сцену. Потому что сцена – это мое, я люблю выступать, и я шла именно за этим. Ну, это было очень неожиданно и приятно. Победительницу прошлогоднего конкурса «Леди колледж» уже на следующий день после коронации по определенным причинам лишили ее титула. Сейчас в учебном заведении надеются, что нынешняя королева красоты достойна сохранить за собой звание первой красавицы колледжа. Как минимум до следующего года.